3-2. С таким счетом Динамо победила. В Мариуполе одноименный футбольный клуб. Основная борьба разгорелась во втором тайме. Почти при заполненных трибунах Динамо вырвало победу. Матч прошел под лозунгом «Украина-Мариуполь, мы сильные вместе». Жители прифронтового города не скрывали своей радости от приезда Динамовского клуба. Это был долгожданный матч, которого ждали еще с прошлого года. На соревновании присутствовал президент Петр Порошенко и высшее командование вооруженных сил Украины. Еще раз демонстрирует возможность единения людей вокруг этого самого мирного оружия в мире, футбольного мяча. И сегодняшняя игра еще раз это продемонстрировала. На фоне событий, происходящих в нашей стране, трагических событий, гимнут люди. Сегодня невозможно играть футбол в многих традиционно сильных центрах нашей страны, в частности в Луганске, в Донецке. Очень хотелось бы, чтобы в ближайшее время футбол вернулся на Донбасс-арену, в Луганск. Футбол не должен быть политизирован. Футбол должен играть свою гуманитарную миссию. Миссию объединения людей, миссию связанную с оптимизмом, как я сказал, миссию счастья. Безопасность является главным критерием определения того, где мы играем, какие риски это несет для болельщиков, для команд играющих. Поэтому в свете последних событий, мне кажется, что сегодняшний матч, проходящий при почти полных трибунах, при том, что делегация наша сегодня была и в Волновахе, была в школе отреставрированной, была на блокпосту в Волновахе. Это свидетельство того, что рано или поздно жизнь в стране наладится.